Это у нас не первый год, то есть у нас самые большие пробки на моей памяти были в ноябре-декабре 2017 года. Когда в новостях каждый день писали о том, что у нас 10-бальные пробки, у нас 10-бальные пробки, у нас 10-бальные пробки. Я в это же время заходил на Яндекс и смотрел карту Москвы. И когда у нас было 10 баллов, у них было 9, когда у нас было 9, у них было 8, когда у нас 8, у них было 7. То есть я наблюдал за тем, что в Москве пробки меньше. А пробки случились потому, что у нас дороги расширили максимально в 2017 году уже насколько можно. У нас был отремонтирован мост на Стачке, у нас появился новый мост на Ворошиловском, и машины поехали в город, причем в самый центр. И город встал. Это было в 2017 году, а сейчас начались еще ремонты. Это ремонт на Нансино моста, и город стоит. Но он стоит не потому, что дороги узкие, а потому что машин слишком много. И с этим надо что-то делать, и администрация об этом постоянно думает. Пособ решения проблемы пробок – это развитие общественного транспорта. Прежде всего, выделение полос для автобусов, обособление трамвайных путей для того, чтобы люди ездили на общественном транспорте и не пользовались личным автомобилем. Есть еще вариант развивать велоинфраструктуру. У нас в городе хороший климат для велодвижения. И это тоже поможет. Первое, что сейчас будет сделано, это все-таки заработают платные парковки. Платные парковки, они не предназначены для того, чтобы избавить город от пробок. Платные парковки предназначены для того, чтобы в городе упорядочить парковочное пространство, чтобы машины не стояли елочкой, не стояли в дворе, не стояли, как попало на тротуаре, чтобы дороги освободить. И тогда, когда освободятся дороги, будет легче принимать и другие действия, которые связаны с развитием общественного транспорта. Платные парковки у нас в городе заработали формально два года назад, но мало кто оплачивает парковку, потому что штрафы не приходили. И 3 октября вступили поправки к закону о полиции. Теперь полиция имеет право передавать данные автовладельцев лицам, которые проводят производство по административным делам. То есть наша административная комиссия Ростова-на-Дону теперь может получить данные от ГИБДД об автовладельце, чтобы отправить ему штраф. То есть теперь первыми ласточками будут штрафы? За неоплату парковки. То есть у нас и так есть штрафы за парковку на тротуаре, штраф за парковку вторым рядом, штраф за то, что загородил проезд. Все эти штрафы существуют. Это за парковку в неположенном месте. Но автомобилей в городе так много, что людям просто негде ставить свои машины. И они эти штрафы получают. ГИБДД не справляется, не может каждого наказать. Но вот штраф за неоплату парковки должен резко, просто резко уменьшить количество тех, кто приезжает в центр города, ставит свою машину на целый день и идет работать в офис, а потом обратно на машине едет домой. И таким образом парковочные места освободятся и уже будет меньше нарушителей, которые загораживают движение всем. Дороги освободятся, но эти дороги не освободятся для нас с вами, для общественного транспорта. Эти дороги освободятся для автомобилей в первую очередь. И сейчас мы будем с вами наблюдать, как в городе резко возрастет количество автомобилей еще больше. Потому что дороги освободятся, стоящих автомобилей станет меньше, а движущихся автомобилей станет больше. А не начнут двигаться быстрее? Конечно. А где проблема с товарищами, которые не оплачивают платную парковку? Где она стоит, на каких улицах стоит особенно остро? На всех. То есть везде, где существует платная парковка, нигде ее не оплачивают. То есть платная парковка, она сделана на тех улицах, где существует дефицит парковочного пространства. А это у нас везде. От Береговой до Кикучева. От Театральной до Островского. То есть у нас везде существует дефицит парковочного пространства, потому что везде есть офисные здания, везде люди приезжают на работу и им надо где-то ставить свои машины. А они предпочитают машины, потому что у нас общественный транспорт плохой. Вот так. То есть несмотря на то, что купили новые автобусы и новые трамваи, пока им не сделали выделенные пути, люди не пользуются общественным транспортом так, как должно быть. Люди ездят на автомобиле. Продолжение следует...